Поэтому какая дума такой и ЗАГС Собрания. Но Москва это особый город. Я считаю, моя принципиальная позиция, что ЗАГС Собрания Москвы должно выбираться свободно, москвичами, на конкурентной основе. Яркие люди должны быть там в этом ЗАГС Собрании. Поэтому мой один из таких вот лозунгов это вернем Московской городской думе статус власти, а не приложение к бюрократии. Как вы относитесь к тому, что господин Собянин ни разу не встретился за весь свой срок мэрства с депутатами Мосгороддума? Это ошибка Сергея Семеновича очень серьезная. Мало того, что он приезжий человек из каких-то глубинок Тюменской области, кажется, какой-то я даже не знаю, Коголын там откуда-то он родом, из каких-то нефтяных деревень и сел. Ну ничего страшного, Москва она вся из приезжих строится. Мы как бы рады всем приезжим в Москве, дай бог. Москва так всегда росла и все когда-то приехали. И мой дед когда-то приехал в Москву, понимаете. Но если ты приехал в Москву, то изучай московскую жизнь. Мы же не приезжаем в Коголым навязывать там московские правила, правда? Мы уважаем Коголым с их правилами. Но неуважение, очевидно, к московским нормам жизни, превращение Москвы в Коголым, это, мне кажется, серьезная ошибка. Понимаете, здесь вот эти вот царедворные такие вот замашки, как говорится, когда два пальца подают, они в Москве не очень-то проходят. Были большие надежды на Сергея Семеновича. Он на самом деле хороший хозяйственник, неплохой управленец. Но я сам его поддерживал на предыдущих выборах, когда была борьба с Навальным. Но я разочаровался в нем, скажу откровенно. С чем связано? Связано с тем, что в Москве создана своя олигархическая бюрократия, которая страшно далека от москвичей. Нам, москвичам, кидают такие подачки, знаете, День города, тротуары, которые нам нафиг не нужны были в том виде, в каком не существуют. Потому что только какая-то война против всех, кто владеет автомобилями, ведется, понимаете, в Москве. В итоге мы видим, там снесли популярные, любимые москвичами разного рода ресторанчики. Вот был, допустим, на Краснопресненской, там Сим-Сим, круглосуточный азербайджанский ресторан. Я часто работаю по ночам там, понимаете. Вот я приезжаю ночью, мне хотелось поесть. Приезжаю, там прекрасные гостеприимные азербайджанцы. Всегда качественная еда была, все, сломано. Теперь там скверик. Хурма была тоже там на Садовом кольце, вот на Трубной, допустим, или на Самотеке. Тоже сломали. Чего ломать? Как можно ломать? А что на это поставили? Сетевые ставят свои сетевые структуры, связанные с чиновниками московского правительства. Каждый чиновник занимается каким-то своим бизнесом, понимаете, и курирует этот бизнес-проект. Это мультиолигархи, которые являются хозяевами в микрогосударстве. Москва это 20 миллионов человек, это больше, чем европейские государства многие. И эти люди не контролируются никем. Даже на федеральном уровне министры, члены правительства, мы все следим за ними. А, Кудрин там, Силуанов, кто они такие? Что мы знаем про московских? Про Лексутова какого-нибудь? Про там этих самых... Что мы про них знаем? Кто в Москве определяет жизнь москвичей? Черниченко, вот сейчас мы узнали, а кто это Черниченко? Он отвечает за безопасность. А почему он отвечает? А кто его утверждал? А почему не Мосгордума его утверждала? Или там Московский совет, как мне больше нравится, понимаете? Поэтому я считаю, что в этом главная ошибка Собянина. Он просто ведет себя с москвичами как будто бы как хан, который завоевавший Москву. Да и то ханы разговаривали с москвичами. Они милостиво так к ним снизу сходили. Мы не подданные Сергею Семеновичу Собянину и его приближенных. Мы свободные люди. Огромного города с огромными традициями свободомыслия, свободной торговли, свободной культуры, свободного творчества. Поэтому если ты не понимаешь духа Москвы, не чувствуешь его, не принимаешь, будь управленцем. Но что-то положительное же он все-таки тоже принес в город. Что им не жили ничего? Ну, такое ощущение, что какая-то нормализация каких-то процессов. Да нет, все то же самое, что при Лужкове. А те же самые люди сидят на местах. Собянин-то там другой, понимаете, или Анастасия Ракова там тоже. А все остальные-то, они же все, там, Хуснулин, Лексутов, так или иначе, все же, кто был, все сидят. Если так разобраться дальше, все, кто кормился от Москвы. Кстати говоря, о футболе. Дети пиар-мероприятия по преданию Сергея Семеновна человеческого образа, к сожалению, они провалены очень сильно, на мой взгляд. Вы играете в футбол? Да, конечно, с детства обожаю. Как вы относитесь к тому, что у нас проходить будет в футболе? Резко отрицательно, резко негативно отношусь. Перевращение Москвы в такой предаток к жизни британских болельщиков, мне это активно не нравится. Эти толпы пьяные, это я употребил слово, которое протопоп Аввакум употреблял в своем житии, говоря, что церковь римская, это б***ь вавилонская, которая заблуждается. Поэтому это старое русское слово, поэтому я обращаюсь с Роскомнадзору сразу, что это старинное русское слово, можете делать запрос на филфак МГУ. И, понимаете, вот зачем нам это надо, чтобы эти толпы какого-то быдла тут у нас ходили, везде ссали, понимаете, везде пачкали все. Драки неизбежны, конфликты неизбежны. Просто вот неизбежность 100%. И никакой безопасности, что тут все будет насыщено ФСБшниками, сотрудниками Росгвардии в штатском, не в штатском и так далее, а все дети будут увезены. Зачем это надо? Кто-то на этом заработал большие деньги, кто-то был посажен. Мы знаем, как обманывали братья Магомедовы, им в частности вменили обман при строительстве спортивных объектов. Я действительно противник этого. Я считаю, что эти деньги можно было потратить на развитие дорог, в которые я вчера приезжал. В Москву въезжаешь, колея, просто колейность дорог. Причем по Ярославскому шоссе, который ведет, между прочим, к Золотому кольцу, куда наверняка эти болельщики, протрезвившись после победы или поражения своей команды, захотят поехать. Вот они и будут вот так вот при выезде. Постоянно как-то перекладывают эту дорогу, что делают с ней. Это ад. Я вчера въезжал в Москву, пробка 40 километров была, там в районе Пушкина. Понимаете, с той стороны ехал, 40 километров пробка. Если бы я просто не вырос в этих местах в детстве, и я бы не знал дорожки в дачных поселках, я бы не смог объехать. Я бы, наверное, до сих пор приезжал бы к вам. Поэтому это кошмар. Это просто пыль в глаза. Это чем я от мира. Он никак не меняет. На нем москвичи никак не заработают. Вот я понимаю, я вот бывал там во Франции, в Германии. Знаете, там что-то проходит. И жители города на этом зарабатывают. Все. Кто-то зарабатывает, пирожки продают, кто-то еще чего-то. Здесь возбудляют только сетевые структуры. Потому что они уничтожили все частные маленькие предприятия. Но все равно это некоторого рода праздник для города. Никакой это не праздник для города. Это огромная проблема. И по вопросам безопасности проблема. Вот драка неизбежна. Драки будут. Вот мы видим, что происходит в европейских городах после этих футбольных праздников так называемых. Ничего хорошего там не происходит, естественно. И это будет в Москве, которые не готовы к этому совершенно. Они будут купаться в наших фонтанах. Это будет вот как 2 августа. Представьте себе день ВДВ раньше. Сейчас это немножко вошло в норму. Вот это вот 2 августа будет длиться тут почти месяц. Это кому надо в Москве. Машины будут наверняка сжигать. Они же все расходятся. Понимаете, там пиво выпили, потом виски добавили, потом джином закрепили. Потом отлакировали портвишком, понимаете. И пошли, как говорится, вперед. Я вообще просто в шоке. Я решительный противник этого чемпионата. Я уже не говорю, что надежда на выступление нашей сборной. Хотя нас запихнули в Саудовскую Аравию. Там еще кого-то. Ясно.